Как накачать бицепс, если ты не генетический монстр? Бицепс это, наверное, мышца рекордсмен по популярности. Придите в любой зал и поглядите. Вокруг большинство людей будет качать именно бицепс. Однако, как ни странно, похвастаться реально большими руками могут при этом единицы. Причем в большинстве своем химики. Про то, как ускорить этот процесс без глотания таблеток, то есть, как реально накачать бицепс обычному человеку, смотрите это видео. Совет номер один. Качайте бицепс с большим числом повторений. Двуглавая мышца плеча состоит из короткой головки, наружная, и длинной головки, внутренняя. Кроме того, сгибание руки в локтевом суставе, она выполняет еще поворот, супинацию, кисти наружу. Это знают все. А вот что он состоит в большей степени из красных, медленно сокращающихся волокон, знают немногие. Что из этого следует? Первое. То, что упражнение для бицепса, если вас зовут не Арнольд, а фамилия не Шварценеггер, следует выполнять не в силовой, а в многоповторной манере. То есть, не бояться делать в подходе от 12 до 15 повторений. Даже если все вокруг пуча глаза от напряжения делают по 6-7 повторов. Второе. Бицепс. Мышца маленькая. Закачивать ее целым комплексом, состоящим из 4-5 упражнений, смысла нет. Два базовых и одно изолированное упражнение на блоке. Вот достаточный объем нагрузки для роста бицепса для обычного натурального спортсмена. Третье. Урезайте отдых между сетами до 40-60 секунд максимум. Медленно сокращающиеся мышечные волокна, из которых состоит бицепс плохо, справляются с силовой нагрузкой. Зато от ее уплотнения в виде суперсерий просто пищат от восторга. Совет номер два. Качайте бицепс сидя. На первый взгляд кажется, что упражнение выполняется сидя, то отдачи для него меньше, чем от стоячей версии. Ибо количество блинов на штанге, сев на лавку, обязательно придется уменьшить. В большинстве случаев это правда. Сгибая руки за штангой, стоя, мы задействуем целый ансамбль мышц. От поясницы до ног. Некоторые умельцы подъем штанги на бицепс превращают в тяжелоатлетическое упражнение для всего тела. Выглядит это круто, но толку ноль. Другими словами, садясь на лавку и качая бицепс со штангой, либо с гантелями, мы делаем нагрузку более чистой и акцентрированной, направляя ее точно по адресу, в угловую мышцу плеча. Примечание. Ну как тут не вспомнить Ларри Скотта, первого человека в истории, качавшего бицепс объемом в полметра. Главное же то, что накачал он его сидя, сгибая руки на пюпитре, который спустя время все стали называть не иначе, как скамья Скотта. Совет номер три. Начинайте тренировку бицепса с подтягиваний. Подтягивания у всех и всегда ассоциируются со спиной. Однако, мало кто знает, что согласно результатам исследований, подтягивания это еще одно из лучших упражнений для развития общей массы и силы в угловой мышцы руки. Другими словами, перед началом комплекса упражнений на бицепс есть смысл выполнить от двух до трех подходов подтягиваний и только затем переходить к обычным сгибаниям рук со штангой или гантелями. Бицепс и все связки рук при этом хорошо прогреются, наполняются кровью и дальнейшая тренировка рук пойдет просто на ура. Совет номер четыре. Качайте мышцы бицепса медленно. Стандартный темп выполнения упражнения от одного до полутора. То есть, поднимаем штангу быстро, опускаем в полтора раза медленнее. Зачем? А затем, что негативная фаза рулит, ибо опускать снаряд нам помогает земное притяжение. Поэтому, когда мы замедляемся, убираем его из уравнения и повышаем нагрузку на целевую группу. Создание мощных бицепсов без химии дело непростое, но реальное. Нужно лишь перестать слепо копировать программы тренировок рук профессиональных бодибилдеров и трезво оценивать свой генетический потенциал. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok